Я надеюсь, что произойдет новогоднее чудо, и мне дадут за квоту, и мне наконец-то скажут, у вас будет ребенок. Очень надеюсь на это. Кого хотите? Да, уже не важно. Главное, чтобы здоровый. Извините. Страшный диагноз бесплодия Юлия Дементьева услышала пять лет назад. Лечилась не один год безрезультатно. Последний шанс забеременеть – искусственное оплодотворение или иначе ЭКО. Процедура платная, дорогая. Почти 200 тысяч рублей. Таких денег в семье нет. Девушка – обычный продавец, супруг-экспедитор. В прошлом году заветную квоту Дементьевым наконец-то дали. Бесплатно подсадили одного эмбриона, но он не прижился. За следующую подсадку пришлось брать кредит, но опять безуспешно. Сейчас девушка в ожидании новой бесплатной квоты. Я просто вот сижу и жду, когда мне дадут квоту, чтобы подсадить вот эти эмбрионы. Просто пройти столько операций, столько боли, столько потратить денег, и просто вот сейчас ждать, чтобы мне их подсадили, дали квоту. Я вообще не ожидала, что у нас в Барнауле – это такая проблема актуальная. Очень много девушек сейчас находится в больницах. Часто видишь их слезы. По словам Юлии, следующую подсадку ей обещают сделать в конце следующего года, хотя полагается раз в полгода. Представители Минздрава объясняют, возможно, девушка поздно встала в очередь. Да и вообще проблем с ЭКО, подчеркивают, чиновники в регионе нет. В этом году из Фонда обязательного медицинского страхования было выделено столько квот, сколько в крае официально бесплодных женщин. Нами ведется в ежемесячном режиме мониторинг бесплодных пар Алтайского края. Эта информация анализируется. На 2018 год планировалось пролечить 1200 пациенток с бесплодием. Соответственно, мы получили 1200 программ ЭКО. Юлия настаивает. В очередь встала вовремя. Но то и не видно конца, и сроки все время сдвигаются. Девушке 28. Забеременеть при помощи ЭКО после 30-ти, по мнению врачей-репродуктологов, крайне сложно. Юлия просит ответственных чиновников края по возможности сделать процедуру ЭКО в регионе более доступной и увеличить число бесплатных подсадок. Только в этом случае, уверена девушка, мечта материнстве для многих отчаявшихся воплотится в реальность. Я его никогда наказывать даже не буду. Пусть он будет шалоном, разбойником. Главное, он будет мой. Валентина Аскерова, Николай Шулко. Наши новости.